Развитие российско-китайских отношений в разных сферах обсуждают сегодня на высшем уровне. В Пекин с официальным визитом прибыл Владимир Путин, в центре внимания переговоров президента России и двусторонние отношения и взаимодействия по международным вопросам. Репортаж Антона Верницкого. Когда дипломаты произносят фразу «тесные контакты между странами», не всегда понятно, что за этим стоит. Яркий пример таких контактов — это нынешние российско-китайские отношения. Судите сами, меньше суток назад Владимир Путин и Си Цзиньпинь встречались в Ташкенте на саммите Шоссе. Вот новое общение на этот раз в Пекине. За последние три года это уже 17-я встреча. И совершенно точно не последняя. Ведь совсем скоро, в сентябре, Китай будет принимать еще и саммит большой двадцатки. А пока церемония торжественной встречи. Государственные гимны, почетный караул, орудийные залпы и обязательные в таких случаях дети с яркими искусственными цветами в руках. В Китае это знак глубочайшего уважения. Прежде чем пообщаться с Си Цзиньпином, Владимир Путин еще утром успел переговорить с председателем Всекитайского собрания народных депутатов и премьером госсовета Ле Ки Цианом. Нынешний год для российско-китайских отношений юбилейный. 15 лет назад, в июле 2001-го, был подписан договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. За эти годы Китай стал крупнейшим торговым партнером России. Причем торгуем мы не только энергоносителями. В этом году почти вдвое выросли продажи в Китай машин и оборудований из России. Для снижения зависимости от внешней конъюнктуры мы расширяем использование национальных валют во взаиморасчетах. Доля российского рубля в таких платежах составляет 3%, китайского юаня и гораздо большую величину в 9%. Причем последний показатель должен ощутимо вырасти после создания в России расчетно-клирингового центра для юаневых операций. При этом необходимо сказать, что несмотря на мировой финансовый кризис, а также антироссийские санкции, объем торговли между нашими странами растет. Мы с президентом Владимиром Путином решили, что чем острее обстановка в мире, тем теснее нужно взаимодействовать с нашим странам. Мы всегда выступаем за политическое урегулирование любых споров. Актуальные региональные проблемы надо решать путем дружественных консультаций. Сегодня было подписано больше 20 соглашений о сотрудничестве в самых разных сферах. От космоса до обмена студентами вузов. Энергетика все еще остается одним из главных направлений. Здесь и увеличение поставок нефти из России, строительство газопровода «Сила Сибири». Вообще и мы, и китайцы, очень много строим друг у друга. Так наши специалисты завершают строительство Тиньвайнской атомной электростанции. Ее запустят в 2018-м. Китайцы же участвуют в строительстве автодороги из Санкт-Петербурга до границы с Казахстаном. Через Москву, Нижний Новгород, Казань и Оренбург. Завершить которую планируется в 2019-м году. А также скоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань», поезда по которой пойдут со скоростью 400 км в час. Подобная диверсификация транспортных и логистических маршрутов полностью вписывается в концепцию сопряжения Евразийского союза и экономического пояса шёлкового пути. Сегодня дан официальный старт переговорам по подготовке соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между нашими интеграционными проектами. В перспективе речь идёт о выходе на новый уровень партнёрства, подразумевающего построение общего экономического пространства на всём Евразийском континенте. Ещё два совместных проекта, соглашение о работе над которыми было подписано сегодня. Создание широкофюзеляжного самолёта, а также тяжёлого гражданского вертолёта. Пока рекордсмен — это российский Ми-26, способный поднимать до 20 тонн грузов. Как нам стало известно, разрабатываемый российско-китайский вертолёт будет гораздо мощнее этой проверенной годами машины. Развиваются и наши культурные связи. В одном из залов Дома народных собраний, где и проходили все сегодняшние переговоры, была развернута выставка о совместной поездке российских и китайских журналистов по приграничным регионам. Судя по заметкам, одним из особенных мест этой поездки стал китайский город Хэйхэ, власти которого позиционируют его как самый русский город. Впрочем, не только в приграничных городах Китая можно услышать русскую речь. За последние годы практически исчезло такое понятие, как челноки, перевозящие через границу тюки с одеждой из Китая. Вот так пустынно выглядят некогда заполненные так называемые русские рынки. Зато в разы увеличился поток туристов. Только горю не помочь мне теперь за... В китайском магазине игрушек. У жирафов вышла дочь замуж за Бизона. И в продолжение темы культурных связей между нашими странами. В Китае планируется запуск вещания нового российского телеканала. Укрепляются взаимодействия в информационной сфере. В ближайшее время начнет свое вещание для китайской аудитории третий российский телеканал «Катюша». Условились углублять контакты с китайскими партнерами и «Тартас», и «Первый канал». Соглашение об этом в присутствии лидеров России и Китая подписали генеральный директор «Первого канала» и руководитель центрального телевидения «Китая». Это договор о совместном производстве фильмов, телевизионных программ. И что для нас очень важно, о выпуске «Первого канала» в специальной версии, которая будет называться «Катюша». Это версия «Первого канала» с китайскими субтитрами, которые будут выходить специально для граждан Китайской Народной Республики. Предполагается, что это будет совместное творчество наших и китайских телевизионщиков. Ведь тонкостей здесь множество. Например, выяснилось, что в Китае не любят дублированные фильмы. Местный зритель обращает внимание на интонации героев. Поэтому даже в кинотеатрах фильмы идут с субтитрами. А вот спортивных болельщиков новость, о которой сказал Владимир Путин, удивит. Со следующего года мы реализуем планы по участию китайской хоккейной команды «Красная звезда», «Кунь-Лунь» в континентальной хоккейной лиге. Думаю, что это привлечет внимание болельщиков. Люди будут с интересом и в Китае, и в России, и в других странах, которые участвуют в этом, по сути, довольно широком международном мероприятии. Мы можем показать нашим зрителям и эмблему, и впервые дизайн формы новой команды континентальной хоккейной лиги под названием «Красная звезда» «Кунь-Лунь». Тренерский штаб, который исключительно российский. Это как Гагарин в космос полетел. То же самое будет. Сейчас задача у Китая сделать команду, которая будет играть на уровне КХЛ. Я думаю, из них в будущем мы этих хоккеистов увидим на Олимпиаде. Одна из задач, которую руководство Китая уже поставило перед своими хоккеистами – выиграть домашнюю зимнюю Олимпиаду в Пекине в 2022 году. Играть команда будет в Пекинском баскетбольном дворце, где проходили в 2008-м игры летние. Сейчас здесь уже начинают устанавливать хоккейную коробку. Прямо сейчас в Пекине проходит торжественный концерт в честь 15-летия подписания договора о добрососедстве, сотрудничестве и вечной дружбе между Россией и Китаем.